Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как противостоять коллеге на работе, которая постоянно пытается меня задеть, с ее стороны идут интриги, сплетни, слухи обо мне, приговаривают, ходят коллег, против меня не комфортно работать, становлюсь замкнутой, не уверен в себе, что мне делать. Ну, в первую очередь нужно, с точки зрения психологии, посмотреть, что именно вас выделяют. Потому что смею предположить, а да, вот смею, смею сделать такое предположение, что выделяют вас то, с чем вот в какой-то степени вы согласны. Только не хотите, а боитесь вам больно признаваться. В этом нет ничего такого ужасного и страшного, но, тем не менее, для вас было бы лучше, чтобы вы принялись, что да, вот что-то меня задевает, да, я вот в чем-то, да, ну, сомневаюсь. Вот. и вот это было бы это было бы куда лучше для вас, куда лучше для вас, нежели чем то, что вы делаете то, что вы делаете сейчас. ну, опять же, вот, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Дальше. Ну, вы говорите о том, значит, с ее стороны идут интриги, сплетни и слухи. Значит, такие действия человека, такого рода действия человека, связаны с недостатком информации, которую вы предоставляете окружающим. То есть, слухи и сплетни становятся возможны, когда нет информации. Ну, если вот, как раз, если о вас нет информации, ее недостаточно, то, ну, слухи, будут как раз-таки полностью, потому что там, где нет информации, люди могут начать что-то придумывать, что-то придумывать, к сожалению. Вот. Поэтому вот тут такой момент. Вот. Приговаривает коллег против меня. Опять же, повторюсь, это вот связано с тем, что люди, люди, а вас, скорее всего, не знают. они не знают, какая вы. Они не знают. Они не знают, кто вы. Вот. И отсюда, вот, у другого человека, у другого человека, получается, ну, подговорить их. Поэтому здесь, вот, как мне кажется, можно только самовыражением, да, то есть, выражением себя можно как-то эту ситуацию перенаправить. то есть, если вы, как бы, всерьез к этому относитесь, да, у меня есть, вот, такое ощущение, что вы, как раз, всерьез, всерьез к этому относитесь. Так вот, если вы к этому относитесь всерьез, то, вот, как раз люди будут думать, что это правда. Ну, то есть, людям будет казаться, что так и есть. Вот. Вот, в принципе, ну, такая, такая, такая же история. Вот. и можно, в принципе, обратиться, обратиться, к, значит, ну, кому можно обратиться, к, начальнику, да, и, как-то, поговорить о том, что, значит, что создается, создается, нездоровая, такая вот, атмосфера, атмосфера, вот, которая, ну, вот, по сути, вам мешает, мешает. Вот. То есть, тут ошибка, ну, наверное, вот, ваша ошибка, она как-то заключается в том, да, что вы пытаетесь именно, именно противостоять. На мой взгляд, ну, не надо, не надо никому ничего противоставлять, именно. Вам нужно свою модель поведенческую продвигать, вот, которая, которая есть у вас. И, и все, этого будет, ну, более чем достаточно. Понимаете? Вот. вот, я думаю, я думаю, вот, как-то, как-то так. Какой-то вот такой можно дату на дверь, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Хорошо. Ну, на этом, на этом все. Я надеюсь, что для вас это было интересно. Вот. Буду благодарен вам за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. отлично. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.